Так, друзья, всем привет! У нас сегодня в гостях на стуле, в котором мы будем задавать каверзные вопросы по дизайну. Это такая экспериментальная рубрика, где я буду задавать вопросы такого вредного клиента, а, соответственно, дизайнер, архитектор, либо человек, который рассказывает о своей профессии, попытается, ну, либо хорошо ответить, либо как получится, да, делаем как получается, без вырезки, без монтажа, поэтому, собственно, идем так идем. Сергей, да, вот расскажи, пожалуйста, немножко о себе. Ты, получается, дизайнер, архитектор, кратко, да, твои компетенции, чтобы зрители знали. Да, мы готовы. Это я, это мой ассистент Джема, моя собака. Группа поддержки. Моя группа поддержки, она мне подсказывает, если что. В общем, у меня образование архитектурное, у меня 10 лет практики, и я делаю сейчас интерьеры в частном секторе. Это моя основная деятельность. Кто твои клиенты? Мои клиенты – это семьи, это молодые семьи, семьи, которые купили себе дом, квартиру, и я помогаю им обустроить их быт, и помогаю им в их частном возрасте. Сколько стоит? Сколько денег стоит? Ну, в среднем, в районе 5-4 тысяч за квадратный метр. Все зависит от площади объекта. Это средняя какая-то цена там по рынку, там, не знаю, по Москве? Нет, это намного выше. Намного выше. А почему? Кто тебе дал право больше денег брать, чем остальные? Сейчас же кризис в стране. Ну, кризис в голове скорее, чем в стране. Я беру больше, потому что я очень сильно прорабатываю ту проектную документацию, которую я даю на руки клиенту. То есть, с одной стороны, там, если смотреть в деталь, то есть, дьявол в деталях, как говорится, кто-то делает рабочую документацию, эскизную, а кто-то можно космолет построить. А твои можно космолетствовать? Нет, у нас тут среднее. Это слишком замороченно. Это, во-первых, намного дольше, чем стандартное проектирование будет, а, во-вторых, это не так не нужно, так сильно не нужно. Если нужны будут какие-то сложные узлы, мы это выдадим, но это не будет, должно быть, какой-то панацеи. У нас тут средненькое. Не космолет. Хорошая машинка, добротная. Хорошо. А ошибки у тебя бывают в документациях? Да, конечно. Бывает. И что ты тогда с этим делаешь, если, допустим, строители начинают строить, дают у тебя там ошибка какая-то? Что происходит в этот момент? Ну, во-первых, если мы говорим ошибка в рабочей документации, например, что-то не сошлось, либо строитель говорит, что что-то не сходится. Вот, например, в частном случае, мы ставим стенки первые, первые там сажаем на раствор. То есть, во-первых, я всех строителей, даже если я не веду авторский надзор, я своего каждого заказчика прошу, чтобы он дал мне телефон строителей, чтобы я с ним хотя бы поговорил, хотя бы дал ему какое-то напутствие. Тебе-то не посылают по телефону? Нет, почему? Нормально? Нет, наоборот, им это важно. Им выгодно. Да, им выгодно со мной дружить, потому что, во-первых, они работают по этой документации, это их некая Библия на 3, на 4, на полгода, на год, на 2 года у меня сейчас практика, дом 3 года строит. Это нормально. И, конечно, им выгодно дружить, и, конечно, я им наоборот из таких своих чисто человеческих побуждений хочу рассказать, смотрите, это там, это там. И одной из напутствий по рабочей документации есть комментарии, которые даются на листах, и они, перед тем, как что-то делать, должны немножечко это все подправить, подсмотреть, ну, как бы они должны перепроверить. Если есть какие-то стыковки, мы готовы это править в режиме реального времени. Бывает, что клиент, допустим, взял каких-то строителей, которые вообще читать не умеют, что ты же говоришь, все понятно, все нормально, но читать не умеют. Вот что ты тогда делаешь? В смысле не умеешь? Ну, вот они смотрят, да, и говорят, ну, вот здесь там что-то не показано, ты говоришь, ну, это там на такой-то странице. Ну, просто ты видишь по человеку, что он говорит, что я разбираюсь в чертежах, а он по факту не разбирается. У тебя бывает такое? Ну, бывает, что ты не видит, то есть, например, если не видит какого-то решения, то я просто им говорю, 15 лист, третья строчка там снизу. Я прямо открываю сам либо в PDF, либо у меня лежит на столе этот альбом. Я могу в режиме реального времени говорить, открывай, смотри, вот это решение, которое ты не видишь, оно вот здесь, на этом листе. У меня вот это чаще всего возникает. Хорошо, давай поговорим по вариантам. Вот сколько вы вариантов делаете? Презентуем один основной, но еще в папочке при нас лежит еще несколько вариантов аутсайдеров, скажем так. То есть, тут идет презентация следующая. Мы не стараемся не перекладывать ответственность выбора на заказчика, а мы постараемся ему показать, что именно по всем критериям, которые нам выдал с самого начала задания, которые мы составили тоже изначально, это планировка ему идеально подходит. Идеально. И если он хочет сравнить, он уже сравнивает с теми вариантами, которые мы считаем аутсайдерами. Иногда такое бывает, что он что-то находит, что ему нравится, но в основном принимается тот вариант, который мы считаем лучше. То есть, вы приносите и черновик, получается, и чистовик. И если я хочу посмотреть черновик, то тоже вы как бы могли покопаться. А не бывает такого, что, допустим, вот я там покопался, сделайте из черновика вот это, чистовик вот это, из этого это, и в итоге получается такая непонятная комбинация, и в итоге клиент говорит, что ну давайте еще вариант посмотрим, как с этим справляешься. Бывает, то есть мы пытаемся именно конкретно, то есть должна быть конкретика, что конкретно хочется сделать. Ну давайте посмотрим, допустим, вот мне нравится, мне все в целом нравится, вот такой диалог. Но я вот вижу, что тут интересное решение. Давайте попробуем соединить их. Я хочу следствие понимать, для чего это нужно ему. То есть вариант рассматривать хочу. Вариант ради варианта, это не про нас. То есть надо понимать, зачем мы это делаем, чего мы хотим достичь. А как это понимается? Вопрос задаем конкретный вопрос. Зачем вы хотите это увидеть? Зачем нам нужно лишний раз рисовать лишний вариант? Для чего? Чтобы вы посмотрели или вы хотите что-то там увидеть? То есть я хочу это узнать. И когда я понимаю, что нужно, я могу сам вариант предложить, который его устроит. Он может быть этого не увидит, потому что он там не сталкивается с планами каждый день. А я это вижу каждый день, я могу ему прям по факту сказать, что вот сделать вот так лучше по его запросу такое бывает это нормальный когда идет комбинация мы не отсекаем не говорим все вот этот вариант самый настоящий самый лучший и мы работаем только по нему иногда в процессе общения возникает еще какой-нибудь какие-нибудь корректировочки хорошие которые конечно мы смотрим что они тут к месту и мы это правильно спокойно на это реагируем если они к месту хорошо а вот строители у вас есть свои вот вы нам нарисуйте нам картины вот этого талмуд а кто это все сделает по итогу ну если у вас в штате строителя штате нет как говорится есть вот мы как проектная организация мы делаем наш главный продукт это проект мы делаем дизайн проект этом то что мы выдаем то что мы умеем то что мы любим есть отдельные ребята которые все реализуют это отдельные ребята строители у кого-то из строя если это нужно и мы даем контакты этих ребят то есть кем-то мы работаем уже три или четыре года и мы их не рекомендуем ни в коем разе не рекомендуем мы говорим следующим образом вот смотрите есть тут петя и вася там еще и дима загляните мы с этим работали на двух объектах с этим на одном с этим на четырех я их цен не знаю вы поговорите если они вам понравятся ради бога я знаю вот есть такие-то подводные камни у них вот у вас был такой косяк но он справился петь и был такой косяк но справился то есть мы не стараемся продавать этих строителей мы просто рассказываем что мы знаем их и что мы увидели что они нормально поработали и вот там где-то уже есть фотографии реализованных проектов слышно звучит так как будто ты ответственность не хочешь брать на себя ну естественно это же не моя компетенция строить каждому отвечать за свое понятно я знаю в целом и знакомы меня рассказывали и сам читал в интернете что дизайнеры иногда берут деньги клиентские тот называет это откатом кто-то там агентскими но вот в целом есть такая ситуация если я часть я заказываю допустим что-то потом ты получаешь деньги комиссионные и вроде как мне дороже стоит получается эта услуга как у вас этим вы берете но это стандартная практика есть вот такой классический метод когда дизайнер приводит заказчика какой-нибудь мебельный магазин а там с ним как по дружески общается рассказывает что он такой молодец и они так радостно все забирают покупают а потом на второй раз дизайнер приходит к этому поставщику и берет деньги под столом грубо говоря это такая стандартная практика и на самом деле сейчас все заказчики не дураки они понимают что все дизайнеры имеют какие-то особые отношения и почему-то какой-то дизайнер рекомендует определенного поставщика чтобы он пришел именно сюда и купил именно у него все это должны понимать что это нормально когда поставщик делится дизайнером своей скидкой и дает иногда больше чем заказчику ему это выгодно потому что дизайнер для поставщика это человек который постоянно постоянно будет заказывать у него постоянно будет брать у него больше чем один раз это точно ему это выгодно но деньги то они мои делят я объясню это это стандартная практика то есть тут вроде как с ним заказчиком общаешься на равных и по мосту помочь а тут ему карман заводишь вроде как без его ведома это тот подход который мы исключили уже давно из своей компании и я сам его уже давно не практикую и мы работаем по следующей схеме если если конечно заказчик на это готов эта схема называется комплектация и по сути комплектация это как раз себя отражает следующую историю мы всегда берем все общение с поставщиками там начиная от предварительных выездов чтобы заказчик сам не выезжал не тратил время на поиски чтобы конкретно конкретный магазин заехали посмотрели конкретный отделочный материал пощупали его если он понравится взяли там контролировать сроки чтобы не было простоев во время поставки там рекламация там ругаться не они будут с поставщиками а мы на себя это берем то есть он делает он берет вот это все пул вот этих всех вопросов звонков встреч выездов и отдает дизайнеру это стоит денег это стоит фиксированной стоимости фиксированной стоимости где-то в районе 40 50 тысяч и плюсом мы отдаем полностью все дизайнерские скидки иногда не больше иногда не меньше там иногда не даже 10 процентов столько же берет дилер но дает дилер и заказчик такое бывает например там диван стоит 100 рублей и пости дилер отдает 100 рублей отдает 10 процентов и дизайнеру и поставщику и и заказчику и он платит за диван 90 рублей но так или иначе мы все равно с него снимаем кучу геморроя и и встречаем его и делаем рекламацию полностью на себя берем то есть вы находите получается самое выгодное предложение нет не выгодные выгодные не самый выгодный не всегда не бывают выгодными как бывает бывает что например какой-то например если мы говорим про про корпусную мебель например бывает такое что какой-то поставщик корпусной мебели он намного дешевле но это непонятно кто то есть мы не хотим перекладывать на себя ответственность за выбор за финальный выбор вот у нас например был просчет один в городе харькове люди в харькове посчитали одну один дом на 2 миллиона когда остальные посчитали всю корпусную мебель на 5 и на 6 миллионов это выглядит и сладко и странно то есть он может выбрать за 2 миллиона но непонятно что получить кота в мешке а можно получить может заплатить немного дороже ну или дороже в принципе но понятно осознанно получить тот продукт который ну который он ожидает увидеть из по сути вы можете за эту услугу распознать каких-то шарлатанов до непонятных ну да мы за что клиент да мы это делаем то есть мы можем даже выехать мы можем выехать на производство посмотреть что они делают выехать к клиентам даже иногда если действительно какая-то супер низкая цена мы должны это проверить мы это проверяем то есть если в дальнейшем у нас устроит качеством будем их рекомендовать и остальным потому что люди которые делают намного дешевле остальных и они еще поделать то качество но это на вес золота и похоже больше на чудо и скорее чудо в нынешние дни да но это бывает хорошо а но вот в целом получается берете 50 тысяч дополнительно вместе с авторским надзором это отдельно это отдельная услуга и плюсом идет 10 процентов от финального чека то есть 50 тысяч еще и плюс 10 процентов финального чека да да например мы говорим про диван или допустим про шкаф там он стоит 100 рублей мы дали скидку 20 процентов например заказчику он заплатил 80 рублей за этот шкаф а 8 рублей отдал нам а не могу я сам там как заказчик принципе ну выбрать там помониторить ну и сэкономить тут или конечно можно можно да если не обязательно заказ есть есть желание время но есть много подобных камней которые просто во время практики он не может там не сможет проверить какой-нибудь какое-нибудь качество или поставку никакую качество какого-нибудь материала мы это просто на себя берем и смотрим проверяем комплект комплектацию проверяем проверяем график поставок и так далее да то есть мы можем себя это взять полностью тогда я и если заказчик готов выделять на это время то почему ему самому это не сделать это нормально практика слушай звучит как-то все вроде очень сладко и прикольно где подвох вот скажи сам где есть какие-то подводные камни либо какой-то подвох наверняка есть да не все может быть так гладко на что стоит обратить внимание подвох в этой услуги вообще в этой услуги там в например работе с тобой да есть же все равно какие-то такие вещи которые либо подходят либо не подходят где могут быть какие-то там ожидания которые не оправдываются или все прям идеально звучит как так что нет как бы тут понятное дело что если человек возьмет и авторский надзор и комплектацию он сама себя не застраховывает есть еще ответственность самого прораба например то есть дизайнер не отвечает за то что делает прораб то есть у меня очень часто дизайнеры заказчики путают авторский надзор с техническим надзором например очень часто что такое то это но вот авторский надзор если вкратце авторский это дизайнер ездит и смотрит чтобы тот дизайн проект который он сделал осуществился прям стопроцентно как он задумал то есть он защищает интересы и свои интересы заказчика в этом случае потому что дизайнер и заказчика не за красоту в первую очередь вот а технический надзор это уже отвечает строитель какого качества смеси хорошо ли сделано качественно сделаны швы хорошо и хорошие листы ки и так далее то есть к примеру сейчас на случай дизайнер должен посмотреть санузле правильно ли здесь положили плитку на том на том нам нужном ли месте где он спроектировал но если потом плитка на голову упала то это вопрос не дизайнеру а качество стройки но это адекватно так или иначе это нужно рассказать сам начало работы чтобы потом на нас не было никаких косых взглядов хорошо какие по твоему опыту есть у клиента например самые главные там 23 сколько назовешь стереотипа да то есть неправильных мнений о том как идет процесс либо дизайнерский либо строительный то есть вот с какими косяками в голове они все приходят и что те какие мифы приходится развинчивать так так какие мифы в принципе вообще ну да комплекс да да в целом человек приходит ты понимаешь что он что-то тут не понимает ты говоришь да все понятно сейчас буду объяснять вот с чем обычно бывает их настолько много ну давай парочка самых ярких например первый миф я уже его озвучивал первый миф например что он закажет дизайн проект заплатит за него получит и все будет идеально и никого не нужно немать и строитель сами все так сделают это полный бред потому что строители они косячат как и все нормально сделают сами по-своему сделать сами по-своему перебедят заказчик особенно если дизайнер не сильный особенно если они общаются только с ним с дизайнером не общаются они будут лоббировать свои все решения и дизайн получится в итоге не такой хороший окей, краткая рекомендация что делать? подключать автора давай вторая часть, три назовем прикольных второе что наверное дизайнеры все обманывают и они все хотят заработать кучу денег они хотят все деньги заказчика, который у них в кармане забрать себе и во Францию уехать и в Францию уехать, отдыхать, и в Турцию по факту я не знаю, дизайнеры бывают разные я не могу отвечать за всех но лично я у меня есть желание заработать это нормальное человеческое желание что нужно у меня есть два желания первое это сдать объект, как я задумал то есть сделать качественный продукт для меня это важно второе, естественно я хочу заработать денег но у кого-то это переобладает кто-то хочет на всем заработать но в данном случае если мы подписываем заказчикам комплектацию, где он от ТЭСК-надзор там уже идет небольшой процент от каждой мебели и это в принципе нормально это честный процент и я считаю, что на рынке это такие отношения нормальные когда кто-то кого-то рекомендует получать 10% это стандартная практика хорошо, а как мне проверить, что дизайнер не хочет на мне навариться когда я выбираю? краткая рекомендация проверить, не хочет ли навариться во время, ты имеешь в виду закупок? ну вот я выбираю дизайнера мне нужно его выбрать вот ты говоришь, миф такой, что есть дизайнер, который хотел навариться а есть дизайнеры, которые нормальные вот как мне быстро проверить каким показателям? ну в первую очередь нужно спросить значит дизайнер точно рекомендует строителей проверенных, хороших есть и дизайнер, который говорит что они работают только с такими строителями и то и только с ними с другими не работают надо узнать какая стоимость их за квадрат заранее даже раз и за заранее на то есть грубо говоря нет понятного еще до 2 они говорят что надо покупать только тут и только в этих ведут свой магазин когда ведут свой магазин и тянут прям именно туда то есть надо понимать проверить почему мы туда какие-то преимущества может быть могут быть плюсы какие-то явные но иногда этого это не так явно плюс на стороне дизайнера я мы ждали это нормально это тоже нормально но надо понимать как бы надо иметь баланс если там действительно хорошие приемлемые цены и хорошие качества услуг но почему бы там пока не надо вопрос такой задать и давай третий миф тогда что еще есть третий миф третий миф так какой не третий миф что чтобы затронуть твои клиента твои ситуации давай так миф что дизайнер отвечает полностью за реализацию с тобой об этом говорили то есть надо понимать что кто то что все делят ответственность между собой даже заказчик ответственно в этой цепочке то есть не получится заплатить там кому-то денег и вот сделайте мне идеально да то есть нужно понимать что дизайн отвечает за определенный вопрос за определенный круг вопросов строитель за определенный сам заказчик за определенный пул вопросов отвечает надо понимать разделять ответственность и грамотные дизайнеры грамотные специалисты изначально на первом собрании на первой летучке игра делают ограждение говорят вот этот за это отвечаю я а за это отвечает он это нормально это нормальные здоровые отношения и тогда можно сдать проект и вовремя и качественно как проверить когда рекомендация что дизайнер это все понимает и адекватно как проверить ли что конкретно как клиенту проверить до что дизайнер получается понимает вообще все это последовательно чтобы ввести надо вообще понимать да что есть разная сфера ответственности все остальное дизайнер обычно говорят мы все сделаем вы только платите мне пожалуйста очень просто очень просто вот когда дизайнер говорит мы все сделаем надо подойти к тому кому это все это сделал грубо говоря если он действительно такой молодец ну пусть покажет объект пусть покажет заказчика и заказчик поговорить с этим заказчиком если действительно стесняться позвонить до не стесняться до спокойно может попросить телефон или попросить на объект желательно не только показать стены красивые вот это красиво блестит а желательно еще пообщаться непосредственно с тем кто там живет иногда заказчик недоволен и может подметить какие-то косяки которые он не видит первую очередь они могут быть существенный либо несущественно можно сделать вывод да хорошо у тебя есть если к тебе обращаться кто кого кого ты можешь из потенциальных клиентов до дать тоже там предыдущие тебя словно похвалят аниматом покроет ну никогда не идеально каких-то вещей то есть в целом контакты просто выдаешь как ты сам да да то есть есть желание посетить я конечно сначала спрашиваем это понятно можно или да потому что если каждый день общаюсь там с потенциальным заказчиком будут давать но контакты людей которые мне перед этим платили это будет не очень хорошо я не думаю что он сам захочет чтобы это дело в дальнейшем поэтому сначала спрашиваю разрешение во первых я должен узнать какая стилистика нравится потому что ему может не понравится допустим классический интерьер я его я его попрошу показать именно я пошли смотреть классический интерьер современный например хорошо вроде нормально все ответил справился все вопросы прошел напишите понравился ли вам подобный формат какие еще вопросы вдруг я не задал и какие следует задать следующему дизайнеру кто у нас будет на интервью какие каверзные вопросы все страшные и непонятные пишите в комментариях сергей хотя как первому участнику данного формата расскажи как бы сложно ли было отвечать несложно значит какие у тебя были там мнение эмоции впечатления были классные вопросы мне было очень приятно поговорить конечно со стереотипами немножечко я забыл то что действительно очень много настройки возникает и во время проектирования а так в целом все классно мне все понравилось спасибо приглашающие спасибо тебе большое за эфир очень было круто удачи тебе в проектах спасибо